Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзагент» пришёл следующий вопрос. Можно ли православному человеку давать какие-то зароки? Как понимаю, речь идёт о каких-то обещаниях на уровне клятвы. Но Господь говорит, не клянитесь вовсе, ничем. Да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». Не клянитесь ни небом, ни землёй, ничем. Но мы знаем, есть такая замечательная практика давать обеты. Но я вам скажу, что самостоятельно решать, какой обет дать Богу, лучше не стоит. В девяти случаев из десяти, когда мне говорят о том, какой хотят дать обет и что хотят получить, вызывают большие вопросы. Надо сильно корректировать и подсказывать человеку, что вот так, наверное, не получится. И такие серьёзные обеты или, наоборот, несущественные давать не стоит. Чего только не придумывают и, естественно, не могут это выполнить. Кто-то говорит, не буду есть сладкого никогда. Кто-то говорит, не буду кофе пить. Кто-то говорит, не выйду замуж никогда. Как правило, такая чисто женская тема, между прочим. Мужчины редко обеты какие-то дают. Вот у мужчин обычно как в бизнесном анекдоте получается. Пока летят вниз с 25 этажа головой, обещают Богу всё, что только можно пообещать. А когда падают с дерева на кустик, с кустика в сугроб, встают отряхиваться, говорят, «Тьфу, чего только со страху не наговоришь». Женщины у нас более сознательные, более ответственные. Но выбор обетов, которые девушки дают, иногда просто вызывает большое недоумение. И у них большую скорбь, потому что, когда ты в конечном итоге не можешь это всё осуществить, возникает вопрос, а что теперь? Мол, на тебя паразит или не паразит? Боженька на тебя обидится или нет? Поэтому, во-первых, пообещать Богу что-то можно. Но подумайте, сможете ли вы это осуществить, и обязательно возьмите у батюшки благословение. Тот заодно узнает, насколько уместно желать того, о чём ты хочешь молиться. Тем более давать какие-то Богу обещания. И, как правило, я рекомендую обещание ограничивать теми подвигами, которые для христианина вообще являются общеобязательными, но ты ввиду какого-то небольшого и небогатого духовного опыта не хочешь и не можешь его реализовать. Допустим, простой, можно дать обед, читать каждый день утренний и вечерний молитвы. По мере силы возможности. Разные же бывают, когда ты приходишь с работы, в 7 утра ложишься спать. Какие молитвы читать утренние, потому что утро или вечерние, потому что уже ко сну отходишь? Хороший вопрос, но обсудим его в другой раз. Или читать псалтирь. Допустим, по одному псалму день. Или по целой кофизме. Правда, это уже для совершенных, можно сказать, потому что достаточно сложное делание. Как, допустим, в качестве пожизненного или даже на несколько лет на себя возлагаемого. Или, допустим, 1, 2 или 3 поклона в день класть. Или, может быть, даже 10. В общем, разные бывают обеты. Или читать главу из Евангелия. Или делать одно доброе дело в день. Можно что-то придумать намного более легче исполняемое, чем то, что вы на себя накладываете. Совершенно неудобоваримые вещи. Но клясться нельзя безоговорочно. То есть, ни мамой, ни папой, ни тёщей, ни зубом ничем клясться не надо. Всё это Божье. Ты не можешь клясться тем, что тебе не принадлежит. А если думаешь, что принадлежит, то срочно меняйте своё отношение к тому, что у вас есть. Потому что мы с вами, друзья, управители Божьи. Мы почтальоны. Кто-то Печкины, кто-то просто сам по себе. Которые должны правильно распоряжаться данным нам Богом имуществом. Для того, чтобы и другим людям облегчать жизнь и существование. Вот такие дела, друзья мои. Старайтесь всё-таки приобрести такую репутацию, чтобы никогда не клясться, чтобы вашему слову верили такому, какое оно есть. Без всяких там «я клянусь» и так далее. И не давайте Богу необдуманных обещаний, чтобы не получилось ваше обещание в духе Ирода, который пообещал дать Иродиаде всё. По факту убил великого пророка. И так вышел в историю. Будьте аккуратны со своими клятвами, со своими обещаниями и обетами. Помоги нам Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.